Приветствую всех на нашем канале. Перед нами единственный золотой храмовый комплекс в Таиланде. Здесь все покрыто золотом. Много в Таиланде золотых вихарнов, еще что-то там, золотой Будда. Здесь все покрыто золотом. Еще один храм в провинции, история которого началась в авитайский период. Сначала здесь был дом монаха, потом монастырь. С течением времени он превратился в храмовый комплекс или в ад по-тайски. Отчасти на развитие храма повлияли происходившие здесь в середине 18 века исторические события. Однажды настоятелю храма было видение, что храм должен быть золотым. Так появился этот современный шедевр буддийского искусства от тайских мастеров. Самое изящное и красивое здание храма – это в Басон. Несмотря на то, что при создании всех деталей убранства храма использовалось литье, все, даже мелкие детали отчетливо видны. Один из восьми пограничных камней храма спрятан под защиту нагов. Мифические существа с крыльями и головой слона – символ этого храма. Они, а не традиционные наги, охраняют вход в Басон вместе с золотыми великанами. Храм производит впечатление не только золотом, но и проработкой мелких деталей, которые делают храм легким. Фронтон храма закрыт от птиц тонкой золотой сеткой. Храм стоит прямо на берегу в святой же реке Банг-Пакон. В этом месте Банг-Пакон впадает еще одна река, и впереди на полуострове мы видим ступ. Вот так храм выглядит с берега. Перед храмом стоит золотая статуя короля Токсина. После падения Ильтаи в этом месте берманцы основали лагерь. Им пришлось сразиться с армией Токсина. В названии храма есть слово «Джо-Ло». Это стратегия, которую король использовал для победы. Обманутые берманцы считали, что сам король поведет свою лодку по реке, и атаковали ее. Воины Токсина ударили из засады и разбили врага. «Джо-Ло» значит, что король управляет лодкой. Тут вот такая забава для детей за 20 батов. Мы уже находимся на другой стороне реки, на полуострове. В память о победе над берманцами Токсин приказал построить здесь ступу. Конечно, это уже другая ступа. Ее построили в 1999 году вместо разрушенной временем. Как раз пришел тайц-смотритель. Все проверяет. Ступу окружают лошади, слоны и боевые петухи. Петухов всегда больше всего в таких местах, связанных с военными победами. Петух в Таиланде – это прежде всего символ свободы и независимости. На другом берегу реки виден золотой храм. Рядом со ступой – Токсин Великий на боевом коне. Его всегда можно отличить по характерной форме шляпы. Улочка старого китайского поселения на берегу реки. Немного напоминает такое же поселение в Чантабури. Такие же разноцветные дома в два этажа с лавками или мастерскими на первом этаже. И еще один храм, в который туристы приезжают не ради храма. Главная достопримечательность этого места – огромное количество живущих здесь летучих лисиц. Это самые крупные представители рукокрылых. В отличие от летучих мышей, они питаются фруктами и цветочной пыльцой. Здесь их сотни. Висят на деревьях рыжей головой вниз. Поэтому и лисицы. Иногда с криком перелетают с дерева на дерево. Приехали в провинцию Чантабури. Едем по мосту Чалом-Кавити. Это 5-километровый мост, который идет вдоль побережья центральной части провинции. Конечно, главное предназначение моста – это использование его в качестве объездной дороги, минуя центр провинции. Но мост стал еще и местом отдыха для жителей Чантабури. На стороне, обращенной к морю, есть места, где можно оставить машину. Оборудованы зоны отдыха, приезжают макашники. Такое сочетание полезно восприятно. Мы решили доехать до рыбацкой деревни Ангсила, примерно в 5-ти километрах от центра города Чантабури, где у нас забронирован отель для ночевки. И вот мы уже на рынке морепродуктов. Об этом рынке будет отдельное видео. Идем купить себе ужин и поедем отдыхать в отель. Приехали в отель, буквально минуты 3 не доехали, пошел дождь. Но машина вот стоит. И вот наш номер. Отель новый, конечно. Цена номера 800 бат. Но! Что здесь? С окном? С окном, конечно, с окном. Кстати, 800 бат мы платили вперед. Холодильник есть. В общем-то, все нормально. Но окно, окно зеркало. Вот такое оно раз открывается. И вот окно. Ну ладно, пойдет. Нам ночь переночевать. Нормально, диванчик есть. Да, да, да. Поэтому я не вижу проблем. Ну, сейчас мы поедим то, что купили. Креветка, жареная уже, 300 бат. Кра 350. И вот это вот осьминог. 120 бат. По дороге домой заехали в самую известную китайскую святыню провинции Чамгури. Этот храм находится под районе Ангсила. Многие жители этого района имеют китайские корни. Среди туристов храм известен своей необыкновенной яркостью. Некоторые экскурсии из Паттайи включают этот храм в свою программу. Огромная золотая курительница перед главными воротами в храм. Место для ароматических палочек и свечей в качестве подношения богам. Раньше здесь было небольшое китайское святилище. Большое строительство началось в 1991 году. И за 4 года была сделана основная часть работы. Фонтан с божеством Наджа. Героем китайской мифологии в окружении золотых драконов. Король Рама IX дал название этому храму. Место где пребывают боги. Дракон на входе в основное святилище храма. И рыбы как символ счастья, богатства и гармонии. Еще одна курительница, в которую заглядывают драконы. Зал первого этажа посвящен китайской богине, которая покровительствует адским мирам, в отличие от Гуани, которая покровительствует живым. Огромные люстры, разные яркие элементы, божества, герои китайских мифов и легенд. Всего здесь очень много. Для тех, кто знает или интересуется китайской мифологией, здесь все имеет свою историю. Но первое, что здесь бросается в глаза, это драконы на каждом шагу. С балкона третьего этажа можно рассмотреть всю территорию храма. Также открывается отличный вид на побережье Сиамского залива. На туристический взгляд, самой главной достопримечательностью этого храма являются драконы. В китайской мифологии драконы это положительные герои, в отличие от европейской. Считается, что в китайской мифологии существует больше сотни драконов-символов. В этом храме всего 2840 драконов, самых разных, больших и маленьких, скульптурных и рисованных. Поэтому есть основания полагать, что здесь представлены все виды драконов. Храм продолжает строиться и очевидно, что количество драконов только увеличивается. Дальний мыс – это гора Саммук, которая имеет свою легенду. Та гора изображена на печати провинции Ченгурии. Ее посещение также входит в экскурсию Discovery. В свой первый приезд в Атаю мы тоже кормили обезьян на этой горе. С правой стороны китайского храма обычно располагают башню барабана. Слева башня для колокола с древними китайскими текстами и тоже драконы. У входа возвышается 36-метровый столб, как символ соединения мира людей с миром богов, по которому скользят разноцветные драконы. Место несомненно интересное, по дороге можно остановиться. Такие места дают почувствовать культурное и религиозное разнообразие и веротерпимость буддизма в Таиланде. Мы на другой стороне небольшого залива. Так выглядит рыбацкая деревня Ангсила. На рынке здесь можно купить любые морепродукты, но в больших масштабах на фермах выращивают устриц и другие молюсты. Перед нами гора Кхао Сам Мук. И вот в Юпоэнт. Туда дальше там живут обезьяны, а здесь собаки. Где собаки, обезьян, конечно, нет. Набережная. Эта гора разделяет популярный пляж Банг Саен и район Ангсила. Еще одно приятное место на побережье Ченбури. Телефонная будка, а на ней название горы. На английском и на тайском. С горой связано несколько легенд. По одной из легенд на этой горе жена рыбака ждала мужа, который пропал в море. Другая легенда о любви бедной девушки по имени Сам Мук и богатого молодого человека по имени Сиен. Его семья не приняла бедную простолюдинку, заставила Сиена жениться на другое. Сам Мук с горя прыгнула со скалы и разбилась. Когда Сиен узнал об этом, тоже прыгнул со скалы. Почему-то все тайские легенды о любви заканчиваются печально. Здесь есть святыня в память о двух возлюбленных. Считается, что дух этой горы защищает моряков и местное население. На хоре монастырь и экологический парк обезьян, которые чувствуют себя хозяевами горы. Лазят по машинам, поэтому мы сделали круг, но останавливаться там не стали. Вот таким было еще одно наше путешествие.